союз нерушимый добрый день 13 06 эта программа союз нерушимый пятница и мы традиционно выходим в прямом эфире именно в это время и говорим вам здравствуйте азиз агаев и владимир сметанин здравствуйте а помнишь ты прошлый раз говорил что вот погода плохая тебе сказал что просто нам не хватает музыки музыки не хватает и сразу после этого только наша передача прозвучала музыка наступила весна причем не простая музыка да не которую модом ежедневной жизни слышим а музыка особенная которая да ну свыше нам да которая призывает к общению с всевышним практически и помогает этому общению поэтому не знаю насколько сегодня корректно так говорить о теме нашего сегодняшней передачи но мы сегодня будем говорить о чтении корана и мы назвали его музыка или стих потому что мы очень часто слышим что коран читают а люди накажется что коран поют сегодняшние наши гости перед тем как гостей представить и нужно пояснить если вы не следите или так эпизодически следите за нашими программами союз не решим это напоминаю что они выходят по пятницам два раза в месяц и сегодня у нас такое логичное продолжение да потому что в предыдущей передачи да да мы говорили о музыке в православной церкви у нас был здесь хор храма надежды до прекрасно любого звучала священник василий 500 песцов нас погружала в эту тему но и вот сегодня мы к исламу обращаемся и хотим знать как же среди мусульман обстоят эти дела все передачи кстати вы можете слушать и смотреть на нашем сайте эхо кирова точка ру так что запоминайте и следите у нас все таки есть своя логика и не просто так сегодняшняя тема и сегодня нам помогут вот окунуться в это море информации истины наши гости один из них или двое из них у нас уже были а нурислам хаджи касимов он постоянный наш гость это имам мечети города кирова рагип мамедов я думаю что слушатели тоже знают его конечно фамилию да руководитель религиозной организации мусульман шиитов кировской области мурад алиев но мурад тоже у нас был ровно назад когда мы посвящали передачу дню победы он молодежный активист он активный у нас парень активный общественник постоянно участвует в делах молодежного комитета благотворительного фонда азербайджана членом является этого благотворительного фонда и им рон садов чтец корана в кировской мечети самый юный участник сегодняшней передачи добрый день сколько сколько вам лет им рон 10 10 лет вот такое возрастное ограничение у нас сегодня передача в общем тема-то серьезная так со своей стороны скажу что тазис алич мне немножко да погрузил в эту тематику высылались на коран и приводили да в пример строчку где якобы музыка она вообще запрещено насколько я понял нет она не запрещена просто было сказано в одном из аятв я к сожалению небольшой специалист сейчас не читаю пара джина пояснит до сказано было что вам для чтения корана вам не требуется петь сложные вопросы буду спросил нас на ислам перед началом джина вот-вот пожалуйста сложный вопрос смотрите значит слово куран это несколько измененное арабское слово кара то есть чтение нараспев поэтому это и песня или стих что чтение нараспев у корана сейчас и будем как хорошо выясним эти примеры тоже услышим конечно обязательно на это чтение нараспев но про музыку всевышний указывает означающее что пусть не заведет вас стройные звуки в наущение шайтана поэтому надо смотреть как воздействует на вас музыка где понять эту грань а это только по своим ощущениям поэтому в общем в исламе как такова музыка струнные духовые инструменты запрещены до ударные как вот бубен барабан разрешены они создают ритм под который сделают соперное пение в виде нашли до восхваления пророка мхаммада восхваление аллах в такой форме ну если утрировать то эта песня так в общем и целом да можно можно назвать эта песня но без вот такой мелодии как люди все привыкли ну вот не удержусь я конечно у нас не удержусь все-таки когда вот говорит на санха джон меня тоже как я надеюсь я его наталкиваю своими вопросами меня тоже наталкивает на ответные вопросы своими ответами но ведь перед этим вы сказали что чтобы не приводила к искушению скажем шайтаном музыка вас да а если музыка меня не к искушению приводит а служб послушав эту музыку рождаются добрые чувства во мне я начинаю их реализовывать почему это должно считаться и почему это запрещается как вы сказали общем исламу хотя я не знаю что такое общий славу исламу нет это имеется ввиду без разделения на мазхабы и без разделения на фирка на ответвление нет это общем поэтому я предлагаю тему музыки перенести на следующую передачу и этот вопрос который я задал завис и мы переходим все-таки главной теме куран поэтому я предлагаю сейчас для того чтобы начать погружать наших слушателей в красоту чтения курана послушай главную суру которую обязательно многократно каждый день во всем мире там миллиард полтора миллиарда мусульман читают за сура фатиха период переводится как сура открывающая книгу фактор кита ее смысл ее значение это сначала послушаем потому что хорошо и мурону да передаем и бронсан пожалуйста слушай и мина шейтан и рожим бисмиллахи рахман и рахим аль хамду лиллахи раббил а ламин ар-рахман и рахим малики яуми дин и яки наобуду а и яки настаин и динас сирот аль муста ким сирота и после нее когда после 2 мы говорим аминь обычно потому что смысл ее 2 молитва обращения и прозвучало можно сказать что одна из больших частей намаза до повседневной молитвы обязательно до обязательной части 1 на повседневной молитвы мушульман да и неоднократный да и смысл ее сначала же идет восхваление всевышнего восхваление может можно дословно дословно пожалуйста с именем всевышнего который облагодетельствовал всех свои тварины и в этой жизни и благодетельствует только те кто верует него в судный день вся хвала принадлежит аллаху господу миров выбрали маленький омидин властителю дня справедливости судного дня только тебе мы обращаемся только у тебя мы просим помощи направь нас на путь истинный путь тех кого ты облагодетельствовал и в этом и будущем не направляй нас не заблуждая нас и не направлены путем тех которые под гневом твоим и тех которые заблудились и мы говорим аминь потому что я уже раньше рассказывал смысл всей жизни человечка достичь счастья в обоих мирах в этой жизни будущей и вот эта молитва полностью в себя включает все наши чаяния вот по факту получается что каждый день мусульман неоднократно просит всевышнего направить его по истинному пути до просит фактически отдалить его от пути шайтана дьявола иными словами до направить его дела все на добрые собственно говоря сделать их добрыми и все дела сделать добрыми ну мне личного знаете напомнила одну из самых известных православных молитв отче наш да да светится имя твое да пребудет воля твой и так далее то есть по смыслу вроде как очень мы же близки братья братья это пояснили в наших передачах да да рагиб да пожалуйста микрофон поближе да к себе рагиб моментов руководитель религиозной организации мусульман шаидов вашем регионе саламу алейкум я приветствую всех слушать слушатели наших радио и поздравляю с этой сегодняшней пятницей да 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 праздник всех мусульман поздравляю джума я хотел бы сказать пророк салават аллах кала ресурсул аллах саллаллах алейхи ва алейхи ва салам офзалулла ибадаты кира отолл кора пророк салават аллах мир будет ему его семье говорю что вы читает коран лучше ибо дать лучшие молитвы, лучшие молитвы. Читение Корана лучшей молитвы и читение Корана во время пророка салават Аллаха. Это один из первых обобращенных мусульман. Он был асхабом пророка Мухаммеда, подвижником. Он был одним из первых людей, которые как раз таки приняли ислам во время жизни пророка Мухаммеда. И он очень хорошо читал Коран и пророк салават Аллах обращался к ему, чтобы читать Коран и мы будем слушать. Он просил, как раз таки у нас сегодня тема Корана это мелодия или поэзия, он просил читать Коран с авазом. Что означает аваз? Аваз это можно считать классическим вокальным стилем. Это буквальный перевод. Слово аваз это голос. Это тон мелодия. Можно заменить тон мелодия. То есть в какой-то степени можно, я думаю, что считать чтение Корана музыкой, но она более такая духовная, так сказать. Есть хадис от пророка салават Аллаха. Хадис есть, пророк салават Аллах говорит, украшайте Коран со своим хорошим голосом. Украшайте Коран со своим хорошим голосом. Вам одну скажу, в музыке есть, вот смотрите, основное это чтение Корана нам идут с Египта. А Египта ислам переняли 19, буквально начало 19 века. В смысле основное, что основные каноны нам идут из Египта? Да, из Египта. Вот одно скажу. Вот и музыка есть мухам. Вы про это, у вас была одна передача была у вас, и про мухам. Мы говорили про мухам. Есть мухам. А Коран читается основной из семи распространенных мухамов. Это одна из разновидностей. Разновидностей. Давайте напомню. Мухам — это традиционная музыка, значит, азербайджанская музыка, но она включена в наследие ЮНЕСКО. В наследие ЮНЕСКО в восьмом году включена. И там есть семь основных видов чтения. Семь основных ладов чтения мухама. И, соответственно, по каждому из этих ладов можно читать Коран. Вот эти основные семь мухамов читаются саба'а. Это название переочисляют. Да. Нахалвант. А как переводится? Это так и... Или уже таким устойчивым, а не переводим. Семь. Семь. Семь как? Саба'а — это семь. Семь. Потом нахалвант, аджа'ам, баят, сега, хижаз и раст. А где там, откуда взяты образцы чтения, фактически по названию как бы... Да, да, да. Ну, аджа'ам — это те, кто не арабы. Мусульмане не арабы. Основные вот это из семьи мухамов. И на этой еще есть помогательные мухамы. Ученые их читают триста видов. Дополнительно триста видов. Триста видов. От лады. От лады, значит, фактически. Но это мелодии. Их еще плюс триста. То есть, фактически, здесь мы приходим к тому, с чего сказал, значит, у нас Аджираги. Он сказал, что... Пророк сказал, украшайте чтение Корана. Со своим голосом, да. Еще вот одно скажу. Читать Коран не достаточно знать только буквы. Кроме буквы, еще надо знать... Наука есть в Коране. Таджвид. Вот этот таджвид... Что это? Как переводите? Это правило орфеопического, так сказать, чтения Корана. Это вообще наука, которая изучает, занимается тем, чтобы именно правильно читать Коран. То есть правильно произнести звуки. Правильно произнести звуки. Все правильно. Потому что, если что-то не так читается, то может полностью искажаться смысл чтения. Смысл... Чуть-чуть не так. Чуть-чуть не так, и все меняется. Ну, сейчас добавить, да. Да, я, как обычно, с научной точки зрения, аль-мут-таджвид, наука о правилах чтения Корана, вообще арабского языка, это наука о том, как производить в каком месте и каким образом звуки Корана. И вся наука взята из того, как пророк Мухаммад, алей-салят, сам читал. Передавалась через подвижников, передавалась... И в третьем веке по хиджри, то есть после того, как он переселился из Мекки в Медину, она была сформулирована как наука. То есть этим правилом обучают во всем мире одинаково. В изображении, в Казани, в Мекке и на Дальнем Востоке совершенно одинаково. И обучающий является для нас, для мусульман, лучшим человеком. Как пророк Мухаммад, алей-салят, сказал... Лучший из вас тот, кто изучил Коран и обучает ему других людей. Это лучшие люди. — Именно эта наука таджвид оберегает Корана, чтобы быть похожим стихиям или музыку. — Это отличительная черта получается, да? — То есть без овладения этой наукой можно ошибиться в чтении Корана. И это, собственно говоря... Ну, сам для себя может читать, человек может, но это может быть... — Лучше даже для себя не читать. — Лучше даже для себя не читать. — Потому что там они построены и на грамматике. И на произведении звуков горлом, легкими губами, языком, носом. — Ну, давайте вот что-нибудь еще прочитаем. Потому что мы когда говорим Коран, музыка или стих, то, ну, например, если мы читаем шахаду, да, и я попрошу, наверное, Емрона там сейчас прочитать, то мы видим, что две фразы рифмуются. — Да? — Да. — Рифма рождается там, да? — Емрон, можешь как бы вот нам... — Ашхаду Аллаху. — А, ты шахадат прочитай просто? — Да, да, просто шахаду. — Ашхаду Аллаху и Аллаху. — Ашхаду Аллаху и Аллаху. — Ашхаду Аллаху. — Ашхаду Аллаху и Аллаху. — Ашхаду Аллаху. — Ашхаду Аллаху? — Ашхаду Аллаху. — Акаду — Акаду 얘기. — И мы слышим, что концы фраз как бы рифмуются, как в стихах. В данном случае, да? Да, вот сейчас я... Рагиб берет... Это Коран в переводе, да, у нас? Все понятно. В Коране... Коран посланный Всевышним Аллахом, правильно? Они, которые даже и во время Пророка, салаватуллах, и сейчас есть такие люди, чтобы говорить, это Пророк, салаватуллах, сам написал эту книгу, это не так. Это послал Всевышний, у нас есть аят, сейчас Мурад нам почитает аят. Сура Ниса, да, 82 аят. Давайте здесь, Мурад Алиев, я буду читать перевод, вы можете прочитать на арабском. Мне кажется, сначала надо прочитать по-арабски, а потом читать перевод. Давайте отрывочек, потому что... Это будет правильно. Это один аят, коротко, все. А почему вы... Я извиняюсь, прошу прощения. Почему вы не читаете... На голос. Да, с авазом. А вас это... Извините, чтобы у меня голос поет. Это мелодия. Голос. А вас это? Мелодия. Мелодия старания. От нас старание, а от Аллаха красота. Отлично. Вот вам и перевод. Поэтому мы попросим вас, хоть у вас немножко голос подсевший, прочитать Коран с авазом. Конечно. Азиатур. 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 здесь идет обращение людям и переводится так неужели они люди не подумают о коране а ведь если бы он коран был не от аллаха то они непременно нашли бы в нем много противоречий это аят нам доказывает чтобы это все это книга это коран от аллаха от аллаха и там нету никакой и куран шоу никто не сочинил его нам не сочинил вот именно против противоречий нет в коране чтобы придираться потому что очень много даже ситуации было когда ученые пытались придираться каким-либо моментом которую к проверку проверку да но спустя некоторое время они понимали что у них ошибочное мнение еще один в куране еще аят есть очень хорошие доказательства на это сейчас мы расчист часто нам я почитаю а ты нам переведешь пожалуйста да это сейчас лучше биллахи меня шайтон рожей бисмиллахи рахманы рахманы полная и ничта март ил инсу аль джин ну а ла ай а ту би миссли хазан куран ла я ту на би миссли хуала у кана ба азу и ба азу ну вот уже по увереннее немножко голос уже поддается переводе обозначает это все что если бы люди вначале эти скажи если бы люди и джинны объединились для того чтобы сочинить нечто подобное нечто похожее корану 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 это не удалось бы им сделать даже если бы они стали помогать друг другу ну правильно это же часть нашего вероубеждения мусульманского и у всех она одинаково что куран является каляму ла речу аллах одним из его сифатов атрибутов неизменных и вечных и он не может быть творениями всевышнего изменен никаким образом при сьюшне сам говорит сай за билля и и на назин на векра ва и на рюлях афизу он поистине мы не спасали этот куран и мы его будем охранять и в 11 700 курана есть предложение от аллаха к людям если вы готовы то приведите один аят приведите одну суру подобную курану представьте себе 14 веков сколько было недругов у религии ислам недругов у пророка мухаммада врагов курана врагов аллах но ведь они же не бесталантливые люди все были все многие из них обладали красивым стихосложением многие из них обладали логическим мышлением не смогли иначе нам давным давно бы заменили постарались коран но слово аллах вечно и неизменно и уходя обратно в историю первое что аллах предложил он говорит предложил нам постигать науки чтение через чтение же мы получаем все знания свои быть грамотным да быть грамот и вот сейчас им он приведет как раз первые пять аятов которые были не спосланы от аллаха пророка мухаммаду алисаляту вассалям и к не брон пожалуйста вот Здесь идёт в форме приказа, Аллах говорит, читай, во имя Господа твоего, который сотворил человека из густка, из капли, читай, и Господь твой щедрейший научит тебя калямам, то есть научит тебя речью своей. Вот это и есть. Аллах говорит, я тебе дам свою речь, Коран, и ты, читая его, постигнешь все знания в мире. А для того, чтобы мы читали, правильно Аллах приказал, в другой суре, говорит, азабилляхи, воротилиль Кур'ана тартиля, и читайте Кур'ан чтением по правилам. По правилам. И когда мы читаем по правилам, появляется вот эта мелодичность нашего чтения. Когда мы украшаем чтение Корана своими голосами, появляется вот такая мелодия, поэтому возникает этот вопрос, Коран что? Песня? Стиг или чтение. Есть мелодичность, есть повторяемость, есть окончание, есть некие стройные сюжеты, и поэтому человек не может, не приняв для себя постулат, что это речь Господа, не сможет понять, что это такое. Вот такая кыда у нас. Небольшая реклама у нас сейчас будет, и мы продолжим наш разговор о Коране, его чтении, и будем разбираться музыкой или стихом. После перерыва давайте еще раз напомним, кто у нас в гостях. Тема чтения Корана, музыка или стих, Ази Савельевич. Нур-Ислам Хаджи Касимов, дорогой наш друг, Саламу алейкум, мама мечети города Кирова, Рагиб Мамедов, еще один наш дорогой друг, руководитель религиозной организации мусульман-шиитов Кировской области, Саламу алейкум. Мурат Алиев, тоже участник нашей передачи, член молодежного комитета благотворительного фонда Азербайджана, Саламу алейкум. И молодой талант, Имрон Саадов, чтец Корана в Кировской мечети. Вы уже все услышали его приятный голос. — А вот я хочу спросить, а как попасть, как получить дозволение читать Коран в мечети в столь юном возрасте? — Да очень просто. — Как? — Начинаешь с сознательного возраста изучать правила чтения Корана. — Это вот как научился читать уже? — Да, начинаешь много практиковаться, много читаешь. Каждый день, каждый день, это труд большой. И при милости Всевышнего, который дает красивый голос, проходишь экзамен. Экзамен принимает тот, кто знает вот этот вид, о котором мы говорили, принимает экзамен, дает разрешение читать. — Кто непосредственно у Имрона экзамен принимал? Вы? — Кто принимал у тебя? — Абдурахим. — Вот. Один из имамов Кировской мечети. — Абдурахман или Абдурахим? — Абдурахим. — Абдурахим, да. — Ну, у него, когда он приходит на МАЗ, читает Куран, экзамен принимают все, получается. — Ну да. — То есть, и он нравится. И такие вот конкурсы же бывают тоже. Как раз в эти дни проходит Всероссийский конкурс хафизов, то есть тех, кто наизусть знает Коран в Хасавюрте, в Дагестане. И от Кировской области есть представитель. — Кто это? — Мурат. — Мурат? — Мой папа? — Нет. У кори сына. — В общем, немножко... — Мустафа, Мустафа, который... Мустафа, он, значит, прошел обучение в Турции, получил иджазу, то есть разрешение, получил степень, что он хафиз Курана принимали, понятно, там люди, которые знают досконально весь текст, а это... — Хафиз Курана знает весь Коран наизусть? — Он знает каждый аят наизусть? — Он знает, какой аят за каким следует, когда, при каких случаях, какую часть Корана надо читать. — Да. И вот он, представитель духовного управления мусульман Кировской области, составится Дума России, представляет нас там на этом Всероссийском конкурсе. — Это не первый год мы уже участвуем? — Наша область участвует. — Впервые. — То есть наша область впервые участвует. — Да, теперь у нас свой хафиз появился, наконец-то. — Слава Аллаху. — Есть еще даже говорят, что нельзя уходить из города, если в нем есть хафиз Курана. Ну, совсем покидать будет. — В общем, теперь, да, тяжело будет тем мусульманам, которые хотели бы уехать из Кирова после этих слов. — А приезжать, наоборот. — Нур-Ислава Хаджи. — Да. — Всем задержаться. — Всем задержаться. Потому что никаких нет больше причин покидать наш любимый город. Правильно? — То есть полноценная здесь, собственно, жизнь мусульмансов. — Полноценная религиозно-духовная жизнь. Мы, видите, вот мы объединяемся между собой мусульмане во всем лучшем. В любви к Курану и сунниты и шииты одинаково же? — Абсолютно. — Абсолютно одинаково же? — Абсолютно, да. — Мы не разделяем, что какое-то свое видение мы не ставим в противоречие. Это же суть ислама. — И только это суть ислама. — Да, это и есть суть. — У меня может быть такой, ну, не знаю, простой вопрос, банальный, но мне хочется знать особенные случаи, когда обязательно читать Коран. Не знаю, правильно, неправильно я сформулировал. Ну вот кроме ежедневной, да, в этой молитве. — Вот на это я скажу. — Или уточните, помогите мне. — Мы знаем, чтобы Коран послана в месяц, в вышний месяц Рамазан. И в следующей неделе, в четверг, первый день Рамазан наступает. — В среду. — В среду. — В 16 или 17, там два календара пока. Вот первый день Рамазан. — Июня мы имеем в виду? — Нет, в мае, в мае, в следующей неделе. — Вот-вот уже до следующей неделе. — Как-то к июню будет рамазан. — В июне мы уже будем праздновать Ураза Байрама. — И вот на это у нас есть далиль, у нас есть доказательства из Корана. Вот в Багаре, в суре Багара, в 185-м аяте Аллаха Баракова Таала нам говорит, что я сейчас вам посчитаю, и Мурат нам его переведет. — Давайте послушаем. — Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дальше говорится, что Аллах, действительно, Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения. Он желает, чтобы вы довели до конца определенное число дней и тем самым возвеличили Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. «Быть может, вы будете благодарны». Это перевод? Вот, это месяц Рамазан, поэтому все мусульмане начинают читать Коран, хотя бы полностью Коран один раз почитать. Полностью, во время поста. Да, во время поста. Каждый мусульманин. Почему? Потому что у нас хадисы от пророка, слава от Аллаха, от пророка, мир ему и его семьи. Пророк Салаватла говорит, что в месяц Рамазан один аят, если прочитать, один аят равно остальное время читать полностью Коран. Один аят. А один аят – это, скажу же, буквально одно предложение. Одно предложение. Читать – это равно целому Корану, а в Коране 6236 аятов есть. Представьте. В месяц Рамазан, получается, польза идет от чтения Корана, возвышенная гораздо больше, чем в остальные месяца, получается. Это лучшая молитва, чтение Корана. Мы как раз в Кировской мечети сегодня на пятничном намазе объявили о том, что у нас будет два хатма, то есть две полных завершающих цикла чтения Корана. Один из хатм будет в самом намазе, Таравих, специальный намаз в месяц Рамазан, он длинный, целый час идет. Но люди выдерживают, потому что людям нравится в самом намазе слушать, как красиво читается Коран. И вот как раз вернется наш хат с конкурса, возможно, победителем. Мы очень надеемся на это, что Мустафа вернется с большим подарком и в звании еще победителя всероссийского конкурса. И, кроме этого, еще будет до этого намаза, будет чтец или будет его отец читать, или он сам будет, или еще кто-нибудь. У нас есть чтецы, кто красиво, правильно читает. И для всех, кто желает в этот месяц прочесть весь Коран, посадить свои ошибки в чтении, получить навыки в чтении, приходите, открывайте Коран. А книг с текстом Корана достаточно для всех у нас в мечети. Пришли, слушают, смотрят на текст. Кто не знает, хотя бы научиться надо. За месяц научиться читать Коран можно. Можно, если у человека будет желание. Ну, первое, конечно же, любовь ко Всевышнему. Да, это главное. Потом желание к этому. И маленькое усердие. Да. Безусердие. Упорство. Да. А что, вот, как переводится фраза, с которой вы каждый начинаете? Айзубилаллах, амина шейтан, рэджим, бисмилаллах. Это краткое его название. Мы просим у Всевышнего защиты от проклятого сатаны перед чтением Корана. Он же сам говорит. Когда вы начинаете чтение Корана, Аллах говорит, попросите у Всевышнего, просите у меня. Аллах говорит. Защиты от сатаны. Сатана же может здесь каким-то образом всунуться в процесс чтения. Показать человеку ошибочное чтение. Он же не дремлет. Он же подловить пытается. И следующая фраза идет бисмилляхи рахмани рахим. Мы всегда начинаем с именем Аллаха, милостивого и милосердного. Кстати, в Библии тоже об этом сказано. А можем мы, Емрону, уже в завершении программы что-то такое красивое жизнеутверждающее? Вальфаджер как раз хочет почитать суру, которая называется «Утро». Вот это и есть жизнеутверждающая. Емрон Садов. Аминь. 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 Всевышнего одними с времен дня. Утро. Да. И ночь. И другие времена дня. И здесь рассказ идет про одного из правителей мировых, который попытался сам себя возвеличить, построив город. И Всевышний разрушил легким дуновением ветра. Весь его посыл высокомерия был разрушен, уничтожен. Потому что великий только Всевышний Аллах один. Все. Больше нет великих. И весь Куран нас призывает как раз к тому, чтобы мы возвеличивали и любили такой полноценной, искренней любовью Всевышнего и его проявления. Вот как Куран, это его проявление для нас. Это посыл людям, в том числе, что гордыня, самовозвышение и так далее. То есть столько смыслов в Куране. Вот это бы все бы услышали, не только мусульмане, что великий только один Всевышний. Расширяйте аудиторию. Да, что независимо от того, сколько этажей у тебя дом, сколько метров в нем есть, сколько денег у тебя в кармане, Аллах оценивает по другим, по иным вещам. По искренности. По искренности веры оценивает наши дела и вознаграждает за них так же. Об этом аят есть в Куране. Но, к сожалению, у нас нет. И тот, кто сотворил добро величиной с пылинкой, узрит его. И тот, кто зло величиной с пылинкой совершил. Это в Куране все нам об этом аяте говорят, что думайте и готовьтесь к последний путь. Каждый будет отвечать за свои деяния. Инища Аллах. Мы все надеемся на милость Всевышнего. И стремимся к ней своих делах. Только. Вот как всегда. Слегка, можно сказать, да, мы только прикоснулись к этому всему. Но будем продолжить, безусловно. Про музыку мы запомнили. Музыка, да? Отдельной темой вынесем. Обязательно в одной из ближайших передач. Спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Всем гостям спасибо. На сегодня Союз нерушимый совершен. До свидания, спасибо. Спасибо. Спасибо вам, Алик. Союз нерушимый.